Доброе здоровье, уважаемые посетители моего канала! Позвольте вас поздравить со светлым праздником Христового Воскресения! Пожелать вам добра, здоровья! И в связи с этой темой, когда я в свое время голодал, активно голодал, мне попалась Евангелие неканоническое, где Иисус Христос рассказывал знания о здоровом образе жизни, как надо вести для того, чтобы не было болезней, а те, которые были. И в частности, прекрасно рассказано о том, как надо голодать. Ну, знаете, вот я разное руководство читал, пробовал. Ну, там такая глубина насчет голодания, как, что и делать. И, кстати, и выведение паразитов. Ну, там все указано. То есть, записки, посмотрите, записки голодающего, где, значит, Иисус Христос рассказывает о том, как надо голодать правильно, что надо делать, в частности, там и клизмы с теплой водой, прогретой солнцем, и противопаразитарка, как, значит, выманить, выманить паразита, огромного паразита, там, по-моему, наверное, какого-то цепня. И просто там, что там голодание делает, и какие процедуры надо еще делать, омовение, там, дыхание, глинотерапия. То есть, очень-очень интересная вещь, и как раз вот в связи с этим светлым праздником, я хочу подчеркнуть, что не просто вот мы все думаем, как бы сказать, о нечто большом, что нам дал Иисус Христос, что, естественно, и есть, но важно, что вот почему-то не было даны те знания, знания, которые позволяют вести действительно здоровый образ жизни. Потому что мы начинаем грешить со своих мыслей, со своих вкусов, со своих привычек, со своего неудержимого стремления там покушать, полежать, и так далее, и так далее, и так далее. А потом, когда заболеваем, вот кто-то, кто-то виноват. То есть, мы не понимаем ни причин, ни следствий, ни закономерностей. Поэтому я вам рекомендую, рекомендую настоятельно. И, кстати, вот здесь вот уголок, как раз я оставляю, я изложу, с какой там страницы идет. Вы можете как почитать записки голодающие, так и послушать, которые я начитал. Доброго вам здоровьица! Еще разок с праздником! Воскресенье! Весна бушует, все цветет, жизнь разворачивается. Наступление двадцатых суток голода Петрович воспринял, как небольшой праздник. Вот и разменял двадцаточку, подумал он. Но основной праздник, завершение голода, ждал его впереди. Петрович предчувствовал его, сладко томился и ждал, как самое величайшее событие в своей сорокапятилетней жизни. Он будет полностью здоров, свободен от надоевших болячек, очищен от дурных черт характера, ощутит безграничность своих возможностей. Его личность полностью трансформируется в более лучшую, станет на новую ступень к эволюции. А главное, всего этого ты достиг своим трудом. Это будет праздник, величайший праздник, двадцатое. В эту ночь Петрович хорошо и сладко спал. Проснулся в 7 утра, во рту была гнойная слизь. Казалось, что вся нижняя часть пропитана ею, и все выходит и выходит через лунки зубов, слизистую гортоню. Все это указывало на то, насколько сильно поражен гноеродной инфекцией, этот отдел организма. Поэтому неспроста у него разрушались зубы изнутри, утончались и рассасывались шейки зубов. Вообще от слизи во рту сушило.